Она просто волнуется, она никогда толком не снималась, поэтому давай... Не снималась. Практически три года, да, я за ней бегал, хотя... Да не бегал уж прям. Бегал, у меня тогда ноги были, я бегал. Получается, сержант, он нам сказал, добро пожаловать в ад. Что когда мы ехали в аэропорт, у меня пропал пульс. Я помню, как ее убрали, и такой свет просто был... Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш YouTube-канал. Это наше первое видео, и оно пройдет в формате, как видеознакомцев, да? Поэтому мы будем сегодня рассказывать о себе, о своей жизни, о своих достижениях, о том, что прошли, и то, что предстоит нам пройти вместе. Вот. Что, начнется? Ее зовут Индира, меня зовут Рустам. Мы семья Набиевых. Вот. Мы выросли в одной деревне, жили практически вообще рядом, да? Наши дома стояли друг против друга, да? Да, просто разные улицы, но наши дома стояли друг против друга, получается, а между нашими домами речка была, да? Вот. Учились вместе в одной школе. Так мы и не знакомились, а были как бы вместе учились в одной школе. Меня зовут Индира, я жена этого человека. Моего мужа. Я мать двоих и детей наших... Мать моих детей. Ну, как бы дружились сначала, потом это переросло в нечто большее. Есть же такое еще выражение, типа, настоящая дружба начинается... А, и настоящая любовь начинается с дружбой. Так вот, это, наверное, и про нас, потому что первое время мы очень хорошо дружили, и потом, как Индира сказала, дружба переросла в любовь, в отношения. И вот в один момент потом мы просто начали встречаться. Наша вот эта любовь, она на самом деле зарождалась очень сложно и очень долго. Ну, причины того, конечно, это Индира упрямая. Она просто не хотела меня замечать. Ей вообще не нравилось, она мне говорила. Ну, как парня вообще не воспринимала меня то, что я могу быть ее парнем, и что вот я с ним, да ни за что, никогда вот так. Поэтому, скорее всего, я, наверное, видел в Индире то, что это именно та девушка, с которой я смогу создать семью, прожить долго и счастливо, умереть в один день. Самое главное, что закончилось все хорошо. И в одиннадцатом году, я был тогда на первом курсе нефтяного технического университета, вот. Мы с Индирой начали встречаться. И это был для меня самый лучший день, потому что я завоевал ту девушку, о которой я, можно сказать, мечтал. Ну, мы начали встречаться в 2011 году. Было февраль месяц. Но мы особо не афишировали тогда наши отношения. И как бы официальной датой наших... Начало наших отношений мы считаем 29 марта. Почему так, никто не знает. Ну, ничего, моя взяла все равно. И теперь эта девушка, она моя жена. И мое все, моя жизнь, вот. Потом, после школы, я как уже сказал, я поступил в нефтяно-технический университет в Уфе. Индира через два года, получается, как выпустилась. Да, Индира поступила в аграрный университет. Вот. После того, как я отучился, я пошел в армию по собственному желанию. Меня хотели вообще на осень оставить, но я все-таки смог вклиниться в весенний призыв. Вот. И поехал в армию. 18 июня я защитил диплом, и 21 июня я уже был в сборном пути, и 24 июня я отправился в город Омск. Меня взяли воздушно-десантные войска. Я всегда мечтал туда попасть, и добиваюсь своего, и вот я и здесь не промахнулся. Прямо рыдала. Такой был. Ну, первый раз провожаю своего любимого человека в армию. Осознаю, что мы не будем видеться целый год. Было очень грустно. Ну, просто для меня армия, знаете, это было нечто таким важным, и я считал всегда, что каждый мужчина должен отслужить. Я еще в армию с собой взял два телефона, два стареньких телефона. Получается, когда у нас отбой, под одеялом я доставал телефон и строчил в неделе смс-ки, фотографии отправлял. Получается, с января месяца я жил по режиму, то есть питался по режиму, спал, ложился спать в одно и то же время, вставал рано утром, занимался спортом, то есть физически я себя готовил к этому. Было ли какое-то предчувствие того, что со мной произойдет такое страшное, не знаю, но возможно это, знаете, какое-то внутреннее, то что, возможно, в подсознании где-то, может быть, я и знал, но как бы я сам это не осознавал, конечно, но я себя готовил к чему-то, не знаю, и все эти мои старания, то, что здоровый образ жизни, спорт, как бы они не прошли даром, в будущем это мне очень помогло. Тогда, в то время, спорт для меня был самым главным, реально, и порой бывало так, что я специально не приезжал к Индире, чтобы просто пойти в зал. Я пропускал много, да, я пропускал пары в университете, получается, чтобы пойти в зал, то есть для меня это было чем-то, намного важным, чем просто спорт, чем просто провести время, там, накачать мышцы. Не знаю, я этим жил, я, как, знаете, был зависим от всего этого, от железа, и, наверное, это и хорошо, потому что только, когда ты фанатеешь тем, чем занимаешься, только тогда, мне кажется, приходит результат. В армии мне абсолютно все нравилось, когда 25 июля мы, получается, приехали в часть, и первые впечатления, это были хорошие, но, знаете, мне вот запомнился один момент. Перед тем, как мы заехали через КПП, получается, в саму часть, у нас один сопровождающий, получается, сержант, он нам сказал, добро пожаловать в ад. И мне это, знаете, у меня это в голове так четко отложилось, я прям помню, с каким лицом, с каким выражением лицом он это сказал, но я помню, что многие тогда посмеялись, усмехнулись, типа, было, ну, реально, никто это всерьез не воспринимал, конечно же, но, знаете, вот эти слова стали нам, ну, такими, прям, пророческими, потому что впереди нас реально ждал ад настоящий. Все было хорошо, здание, все, плац, там, везде асфальт, все было красиво, здание красивое, везде евроокна, там, хороший ремонт сделал, я еще даже подумал, неужели мы здесь будем жить в таких условиях хороших. 17 июля, где-то у нас должен был быть первый прыжок с АНО-2, получается, с кукурузникой, как говорят, и мы готовились к первому прыжку. Знаете, я тот человек, который боится высоты, жутко боится высоты, я даже не понимаю, почему я напросился в ВДВ, но, скорее всего, я хотел таким образом победить вот свою фобию, но прыгнуть с парашюта я очень боялся, и при подготовке тоже я представлял, блин, как я это сделал, я даже не представляю. Получается, 11 июля мы приняли присягу, вступили в должность, вот, и все, я после присяги, получается, заступил в свой первый наряд в автопарк машин, помню, да, я провел там сутки, и 12 июля вечером я вернулся в казарму, получается, все поменялись, и 12 июля, получается, пост сдал, так сказать, и вернулся в казарму, в расположение, помню, я пошел умываться, очень, ну, поздновато, обычно в 10 вечера все уже должны находиться в расположении, возле своей кровати, все уже должны были лечь, но почему-то я как-то задержался, время было где-то 15 минут 11, я потом умывался, подошел к своей кровати и тоже готовился, все уже готовился ко сну, раздевался, только хотел снять тельняшку, получается, и вдруг подбежал к дежурной пароте и сказал бегом, вот так, я просто, ну, я вот так, получается, хотел тельняшку снять, и я просто вот так развернул голову и все, и провалился вниз. Это было вообще резко, мимолетно, прям мгновенно и я вообще не понял, что произошло, то есть потом уже, это мне сказали, четыре этажа обрушились за полторы секунды. Я стоя, я как раз вот стоял и вот так прям руки пошли вверх и все, я провалился вниз. Поначалу я вообще не понял, что произошло, прям все конкретно зажало. Была, где-то первые пять минут это была кромешная такая тишина, ну, естественно, было темно, очень, очень темно, ничего абсолютно не было видно. Вот, я просто провалился вниз и вокруг меня вот эти, знаете, кирпичи, как-то вот вокруг меня все наполняло вот такой звук. И потом все, тишина. Никаких голосов вообще не было слышно. И потом, где-то минут через пять, начали помогите, спасите, меня зажало, мне больно. и вот такие плач, паника началась вообще. И потом все, как меня осенило, я понял, что все, мне хана. Что-то страшное произошло. И поначалу я, я начал соображать, что случилось там. Ну, там, кто-то, граната, что ли, взорвалась. Ну, все-таки военный городок, всякое могло быть, может, кто-то гранату пронес в казарму, ну, кто знает. Поэтому всякие, разные версии были, но я не думал, что настолько все серьезно. И я не думал, что это только начало было моих страданий. Получается, я слышал голоса, мы общались с ребятами, кто со мной рядом лежал. И мы разговаривали. Я помню, как я успокаивал своего служивца, с которым мы служили в одном взводе. Я говорю, успокойся, все будет хорошо, нас вытащат обязательно. Хотя я сам дико паниковал. И второй мой страх это каустрофобия, это боязнь тесноты. Самый страшный мой страх вообще в моей жизни. Я дико его боюсь. И прям так случилось, что я оказался именно в таком положении. Для себя невыгодным получается. И я плакал. Я очень сильно плакал. Прям вот орал. Понимаете? Когда вот, я не знаю, как... не знаю даже, как сравнить это. Просто я тупо орал. Просто вот, помогите, спасите. там вот так. И этот... Потом вот начали слышаться голоса, получается, я понимал, что я в хреновом положении, грубо говоря, да, и понимал, что у меня кислорода вообще оставалось мало, ни одной части тела я не мог двигаться, я полностью был зажатый. вот, и когда я начал слышать голоса, я помню, мы разговаривали, и потом опять что-то эти голоса пропадали, и знаете, я начинал слышать хрип, понимаете, когда вот... вот такой хрип, я запомнил такой хрип, когда умирал мой дядя. Он умирал в моих глазах, и я вспомнил сразу вот этот хрип, он встал у меня перед глазами. Я помню, когда человек умирает, у него воздух уходит, и вот начинается вот такой хрип. Я вот слышал вот этот хрип, я понимал, что кто-то рядом со мной умирает. Вот таких хрипов было много, и мне от этого было еще страшнее, и... в общем, ну, под завалами пролежал 5 часов, я все это время находился в сознании, ни на секунду его не терял, но в один момент, где-то через, ну, за 2-3 часа, наверное, до того, как меня вытащили, я понимал, что мое состояние ухудшается, потому что у меня был открытый перелом ноги, вот, и кровь у меня вытекала, естественно, вся грязь, которая была вокруг меня, она, естественно, через кровь заходила, вот, и в один момент, я помню, у меня начал закрываться, вот, глаз, брови, вот они опускались вниз, а оказывается, это у меня была вот, у меня здесь шрам, конечно, есть, оказывается, я голову ударился, у меня просто вот вся эта шишка опухла, и вот эта бровь, она вот до щеки опустилась, у меня просто глаз закрыл, я думал, что я умираю, да, я у меня помню, я помню, весь в зеленке был потом в реанимации, и я подумал, что я умираю, мне так было тогда страшно, и потом, это один момент, и потом, ну, реально у меня состояние ухудшилось, я не чувствовал ни ног, ни рук, они меня все не онемели, потому что у меня был синдром сдавливания, и просто кровь, она у меня не текла вообще, везде она была, ну, считай, зажатый же был, все уже, ничего не текло у меня там, и все, у меня состояние ухудшалось, мне было хреново, все, я чувствовал, что ухожу потихонечку, вот реально, и я воспользовался единственным своим шансом попрощаться со всеми родными, вот, с индирой прощался, понял, вот так вслух, просто говорил, типа, извините меня за все, простите, там, так, блин, прям, ком, с индирой прощался, было реально страшно, то есть, осознавать то, что ты скоро умрешь, это было, ну, тяжело, и самое сложное было это прощаться с индирой, потому что, для меня она была, ну, реально самым дорогим человеком, наверное, на тот момент, и мне так не хотелось оставлять ее, просто, вот, и, ну, я просто сейчас представил, и было реально тяжело, просто ты живой, и ты еще прощаешься с этой жизнью, это было, ну, морально и психологически, просто невыносимо. Ну, в общей сложности я пролежал 7 часов, и через 7 часов меня обнаружили, и, скорее всего, если бы я потерял сознание, и если бы я не подавал вот эти крики о помощи, да, меня просто бы, наверное, не смогли бы сразу найти, и, скорее всего, я бы, наверное, и умер бы сразу под завалом, наверное, скорее всего, вот, но, я подавал крики о помощи, я говорил, что я нахожусь здесь, и через 7 часов меня вытащили, точнее, обнаружили, а потом в течение 40 минут откапывали, и вытаскивали. У меня, под головой, ну, над головой у меня была балка, вот, да, лежала, и вот эта балка, кстати, меня и спасла, вот, и я помню, как ее убрали, и такой свет, просто была кромешная темнота, и прям свет такой белый-белый, я такой поднял голову, вот так, ну, вот, как-то так, получается, все, потом меня вытащили, я был в сознании, я помню всех людей, которые меня, которые вокруг меня были, они со мной разговаривали, вот, вот эти спасатели, потом мне сделали укол, обезболивающий, чтобы я просто не умер от болевого шока, да, я прям полный груди, я помню еще у меня в носу вся эта пыль, во рту вся эта пыль, грязь была, я еще прям почувствовал, как когда вот вдохнул сильно, да, вот эта пыль вся зашла, в легкие получается ушло прям, я прям почувствовал вот этот воздух, я, знаете, вот именно в этот момент я, я понял, насколько вот это, задышать, вот, не знаю, вот начал ценить вот этот, да, вот этот глоток жизни, я просто начал ценить, вот с этого момента, я прям вот, помню, как задышал, и все, и потом, когда меня вот, получается, загрузили в реанимобиль, и я помню, рядом со мной был реаниматолог, он делал мне укол, и я успел у него спросить, сколько погибших, есть ли погибшие, вот именно, вот первый вопрос, есть ли погибшие, он такой, тебе не надо, типа, об этом думать, типа, не надо, не разговаривай, не теряй силы, я говорю, я потом еще такой, со злостью, скажите мне, пожалуйста, сколько погибших, я прям вот с таким тоном у него говорил, он мне сказал, очень много. Как я узнала об этой трагедии, я в этот день, когда мы уже пообщались, легла спать, и начали мне, я вообще поставила телефон на зарядку, и как-то, не знаю, то ли почувствовала, встала, и взяла телефон, а там было очень много пропущенных от друзей Рустама, потом я им звонила, они не брали трубку, потом были сообщения, Рустам, где служит Рустам, никогда они так мне не звонили, я еще испугалась, что случилось, что ли. Друг позвонил, звоню ему, он такой, а где служит, я хотела, я хотела, к этому письмо отправить, он прям до подробностей спрашивал, какая часть, на каком этаже он там лежал, я такая, вот так, да, какая казарма, я такая, зачем тебе такие подробности, там просто надо писать адрес, и такая вот так-то, вот так-то, я такая, ну, что-то все равно подозревая, я такая, что ты так спрашиваешь, да ничего, все нормально, а потом, после этого звонка, звонит мне мама Рустама, Алина, и говорит, что по новостям показали, что у Рустама в части обрушение казармы, и у меня так, я даже этот ведом, я ей говорю, это, наверное, не у Рустама, говорю, у Рустама, говорит, это же часть, говорит, я такая, может, это, говорю, какая-то ошибка, ну, посмотри, говорит, по новостям, я сразу же начала смотреть новости в интернете, и убедилась, что точно такая же часть, такой же, ну, поселок тот же, где служил Рустам, и дрожь по телу, у меня шок, а его и в списках погибших, и в списке пострадавших нигде не было, и не там, и не там не было, а мы звонили, никто не брал трубку, просто шли гудки, и все, никто не брал трубку, потом, а уже самый брат, он работал в МЧС, и он связался с МЧСниками Омска, которые там же работали, ну, как бы, были на месте трагедии, и он через кого-то узнал, что уже к утру, когда уже тебя вытащили, да, что я в числе пострадавших, в числе пострадавших, но мы дальше смотрели этот телевизор, в число пострадавших и погибших, нигде его не было, все равно, просто меня вообще достали самым последним, то есть, в обрушение попало 45 человек, получается, и 45 человек меня достали самым последним, то есть, я был последним выжившим среди этой трагедии, и поэтому, я так думаю, что, раз меня нашли, к утру где-то 6-7 утра уже было, и не записали, и просто не стали записывать, потому что, ну, не до этого было, мне кажется, может, и вообще не думали, что я там есть, кто знает. Мы не знали, что его увезли там в реанимацию, мы ничего не знали, быстренько собрались, я попросила родителей Рустама взять меня с ними, они собирались к Рустаму, я сама попросилась с ними поехать, взяла, конечно же, разрешение у родителей, они, конечно же, тоже были в шоке, как и я, они не знали то, что делать, отпустить меня или не отпустить, но все-таки... У тебя мама была в это время в Уфе? Да, она не знала, я ей не говорила. Отец вообще сразу отпустил, да? Да, он вообще ничего не сказал. Потому что ничего не было известно, ну, пап тоже говорит, может, подождешь денек, вдруг будет известно, это, нет, я поеду, ну, ладно, и вот, поехали, потом мама была в Уфе, как раз, ну, с Уфы же мы, поехали на поезде. Потом, когда вы ехали на поезде, получается, вам позвонил мой брат, да? Да, и сказал. И сказал, что... То он жив. Первый раз, когда я увидела Рустама, это было, ему сделали какую-то операцию, я уже не помню, какую. Мне сделали операцию на руку. А, да. Это, так, сейчас. Мы просто... Это вот эта операция, вот, это самая первая операция моя, вот, куда мы сделали, вот этот шрам, вот. Омск не был готов к такой трагедии, понимаете, там было, ну, очень много пострадавших, много погибших, и просто город не был готов к такой трагедии, и поэтому Министерство обороны отправило свой борт, получается, медицинский, на помощь к омским врачам, получается, врачей, и они уже там, нас, нам помогали, да, получается, и увозили всех в Москву, потому что там много было, ну, лечения лучше, чем в Омске. И первый раз вот увидела, его перевозили на каталке, у него были, ну, у него были ноги, просто он был до головы, прикрыт, да, прикрыт, простыней белой, а через часа два, может, три, ну, в этот же день вынесли кого-то, кого-то выносили, уже покрытый был до головы, это значит, что человек уже умер, как бы мёртвый. Думала, что это ребёнок, потому что я видела Рустама с ногами, и дедушка его, вот этого, Валерия Лебедева, говорит, мы вышли там на улицу, он говорит, мой мальчик улетел. Нет, он вообще, типа, наш лебедь улетел на небо. наш лебедь улетел на небо. Был даже такой момент, мне уже папа говорил, то, что у вашего сына вообще нету шансов, и у меня же стоял вопрос ампутации ног, и даже говорили, типа, давайте не будем ампутировать ему ноги с ногами и похороните. Вот, был такой даже момент, да, вот, мне папа рассказывал, вот, и, типа, зачем резать ноги, с ними и похороните. Вот, и потом папа, ну, как мне папа рассказал, он зашел к начальнику туда, я говорю, вот так, типа, вот, такой злой, типа, я беру на себя ответственность, типа, если, если что-нибудь случится при перевозке с моим сыном, то буду я виноват, и никакой претензии к министерству обороны я не буду иметь. То есть, он просто взял на себя ответственность, если я, например, умру, папа верил, что все будет хорошо, что я выживу, и поэтому пошел на такой риск. Только после этого они решились меня транспортировать, а до этого вообще все отказывались, потому что никто не хотел брать на себя ответственность. Только брату разрешили со мной полететь. Родственник. Да, один родственник только разрешили. И получается, у меня брат рассказывал, то, что когда мы ехали в аэропорт, у меня пропал пульс. И все подумали, что у меня сердце остановилось. Оказывается, и получается, реанимобиль получается, остановился посередине дороги, посередине трассы, да, и все начали как бы меня реанимировать, а потом оказалось, что это просто аппаратура отключилась. Один момент был, я на секунды 3-4 очнулся в самолете. Да, я помню, просто, видимо, у меня просто наркоз, наверное, закончился в организме. Ну, вот это то, что я же был в искусственном коме, получается, и как-то я вышел, и я просто вот так посмотрел, я видел, как рядом со мной сидит мой брат, я такой, типа, брат, брат, он такой, братишки, рядом с тобой, все будет хорошо, я просто вот это увидел, и все, и потом сразу меня опять же снова вели в кому. он с кома очнулся 20 июля, в мой день рождения, такое совпадение, и я была вообще очень счастлива, и меня впустил врач к нему, и он, как бы, глаза были открыты, у него пошли слезы, я еще был в таком тумане, у меня он только-только очнулся, наркозом получается, вот этими, да, обезболивающими, и я был, знаете, в каком-то трансе, но я все понимал, я видел, как у меня рядом стоит брат, я помню, самые первые слова, я очнулся, он сказал сразу, вот сам вернулся, Индира здесь, у нее сегодня день рождения, типа, поздравь ее, типа, не забудь ее поздравить, а то, какой там поздравить? А я стояла, стояла, я все это слышала, потом он, и я зашла. Какой там поздравить, я еще даже там говорить не могу, потому что у меня вот здесь отверстие, как бы у меня трахистомия стояла, то есть я, у меня была искусственная вентиляция легких, вот помню, потом зашли вот родители, мне сказали, что никаких слез, просто улыбайся, я такой, как я могу просто улыбаться, ну я собралась силами, зашла, я просто улыбалась, я говорила, что все будет хорошо, я видела, что у него ноги были уже отрезаны, как бы, у него все там кровило, все, я это все видела, но я, я не знаю, откуда у меня было столько сил, я просто улыбалась, и говорила, что все будет хорошо. я помню, как, получается, заходила индира, да, и я сразу заплакал, потому что, вроде бы, я недавно с ними прощался, да, с тобой прощался, а я так хотела еще обнять тебя, вообще, а его негде было обнимать, там все, потому что жилого места не было, на самом деле, все было перебинтовано, и все, тем более еще реанимация, везде были скрытые раны, вот если вот так посмотреть, смотрите, руки, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот видите, бицепс вырезали, потому что, везде руки были сдавлены, получается, был некроз, и была даже угроза, ампутация обеих рук, вот, так что, если бы у меня руки ампутировали, я был бы, российским ником Вучичем, но к счастью, я и не стал, вот, поэтому, все было, весь был перебинтован, и у меня вообще ничего не работало, получается, я увидел Индиру, я плакала, я помню, как вот Индира там, да, родители, типа, да, привет, там все нормально, ага, ага, ну, как бы, было счастье, то, что я снова их вижу, и потом, когда я вот случайно бросил взгляд вниз, я увидел, что у меня нету ног, и вот, и вот, вот здесь, вот, вот так вот, как будто все заново отрезали, и у меня такая паника началась, вообще внутренняя, как бы, я не понимал, что, где, а я, а я вот, на родителей, на папу смотрю, на родителей смотрю, и глазами спрашиваю, где мои ноги, я плачу сам, рыдаю, у меня просто слезы текут, я спрашиваю, а у меня родители не понимают, они такая, улыбаются, да, да, все нормально, все нормально, ага, а я от этого еще начинал беситься, какое, хочется какое-нибудь слово сюда вставить, нормально, да, а мне, а я от этого бесился, какой нафиг нормально, у меня ног нету, то есть, тебе 23 года, да, ты прикован к кровати, у тебя нету ног, у тебя вообще ничего не функционирует, ты просто как овощ лежишь, и вот это состояние, само по себе, психологически, да, это просто психологически на тебя давило, и просто тебя убивало. Ну, просто ты тогда еще не знал, сколько человек умерло, а мы тут бы знали, сколько уже умерло, и нам было важно увидеть тебя живым, и мы просто были, просто счастливы. Да, ну, про погибших я не знал, я узнал количество погибших, только когда, когда прошло 40 дней, с момента трагедии, получается, вот, их оказалось 24 человека, и я просто был в шоке, и когда я узнал, что среди этих погибших мой товарищ, с которым я призывался с одного военкомата, с одного района, да, получается, я когда узнал, что он умер, тоже был удар, а мы еще тебя об этом увидели? Месяцы, в реанимации я пролежал 40 дней, и потом меня ожидала длительная 10-месячная реабилитация, то есть, за все это время я перенес 16 операций, получается, у меня дважды останавливал сердце, и 7 дней в комы, это весь мой боекомплект, в реанимации, во время госпиталя, получается, и потом 11 месяцев реабилитации, в общем, и вот, ну и в госпитале, как, я заново учился осваивать, как бы заново познавать эту жизнь, как, знаете, как рождается человек, и как он, например, как ребенок учится кушать, там, сидеть, да, ходить, и у меня все заново, все это было, все заново, ложку держать учился, заново кушать учился, сидеть, ходить, с нуля, все это было заново, и, да, и поэтому, ну, можно считать, что 12 июля, это мой второй день, мое второй день рождения, да, мы это все это прошли, вместе с моими родителями, вместе с Индирой, это наша общая заслуга, и я благодарен всем тем людям, которые меня поддерживали, и знакомым, и незнакомым, потому что много было, я сотни-сотни писем получал, именно писем, не сообщений, потому что и письма мне отправляли, и картинки отправляли, я помню, там, да, и у меня они все есть, вот, поэтому была колоссальная поддержка, и грех просто было не восстановиться, и стоит отметить, что в этой трагедии я был самым тяжелым пострадавшим, со самыми сложными травмами, и один из самых первых выписался из госпиталя, то есть вы понимаете, да, какая работа была проделана над восстановлением, конечно, огромное спасибо и всем врачам, но я помню, как врачи говорили, типа, мы сделали все, что смогли, и остальное это все от Рустама зависит, и когда они даже говорили, что Рустам, что я не выживу, они помню родители, как мне папа сказал, они вышли, сказали, типа, мы все сделали, теперь все от Рустама, потому что здесь 50 на 50, либо он умрет, либо останется живой. Ну вот, такая вот история, нашей общей пережитой трагедии, я не буду говорить, что это моя, потому что мы с Индирой, с моими родственниками, со всеми друзьями переживали это все вместе, поэтому это общая наша трагедия, и слава богу, мы ее победили, и эта трагедия, ну, меня научила многому, научила все ценить, любить, видеть, замечать, вот, все вокруг, и на сегодняшний день, я один из самых счастливых людей, на планете Земля, это могу сказать с уверенностью, наша жизнь, она очень насыщенная, но это был самый главный момент нашей жизни, с этого момента у нас все начиналось, поэтому было важно вам его рассказать об этом, вот, ну, а вы в комментариях можете написать, чтобы вам было интересно посмотреть, ну, а мы будем это снимать, ну, вообще мы будем снимать о нашей повседневной жизни, как я живу, как мы живем, как делаем какие-то дела, как я преодолеваю вот все эти трудности, преграды, все-таки я на инвалидной коляске, ну, у меня еще и протезы, я и на них хожу, мы все это будем показывать, как мы тренируемся, в общем все о нашей жизни, друзья, очень хочу, чтобы вы нас поддержали, ну, и, конечно же, будем рады, если вы останетесь с нами и подписываетесь, ну, это будет для нас просто самым лучшим подарком, вообще, который вы можете нам подарить, вот, ставьте ваши лайки, комментируйте, будем надеяться, что вы будете с нами и смотреть нас, спасибо вам огромное, всем пока, любимый человек, лучший друг, ты меня даже на свой день рождения не позвала, и сказала, и она даже сказала, типа, ну, друзьям, в нашем общем, я не хочу, чтобы Рустам там присутствовал, и она без степи, в том числе, мы будем надеяться, если вас не проникнули, то есть, если вас не может быть, проще, что вы будете с нами, а мы с вами не сделаем, а мы с вами, я приятного, что я не встречаю. С вами был Игорь Наталь,